Здравия вам, дорогие единомышленники! Мы продолжаем с вами читать главу о смерти и бессмертии. Поразительна непредвиденность людей, когда мы едим из жадности вредное, зная, что будем страдать. Поразительна и непредвиденность проматывающих имения. Но также удивительна непредвиденность людей, не думающих о смерти и потому не думающих о жизни. И потому не думающих о жизни. Смертей так много и так обыкновенная, естественно, смерть, что пора бы к ней привыкнуть и думать только о смерти, чтобы она застала нас за доброй жизнью. О смерти стараюсь не забывать и готовлюсь к ней так, как иначе не умею готовиться, стараясь получше жить. То есть как нужно готовиться к смерти? Нужно стараться жить получше, то есть жить праведной жизнью, думая о совершенстве Духа. Талисман, притворяющий печаль в радость, для меня есть главная память о смертном часе. То есть память о том моменте, когда я буду вынужден оставить эту телесную оболочку и начать свой новый, увлекательный, интересный путь. Я живу прекрасно и могу смело рекомендовать всем следующий и единственный рецепт для этого. Готовиться умереть. Чем более готов умереть, тем лучше жить, тем легче и расстаться с жизнью, и остаться в ней. То есть получается такое состояние, когда ты уже становишься непривязан к этому миру. А ведь это одно из важных качеств, которые должен йогин себе развить. Состояние непривязанности, вайраги, непривязанности. Это одно из главных качеств. И как раз вот эта мысль о смерти позволяет развить нам в себе это качество. Качество непривязанности. То, что срок нашей земной жизни не в нашей власти и всякую секунду может быть оборван, всегда забывается нами. И ничто больше этого забвения не извращает нашей жизни. То есть мы все время должны помнить, что есть некая сила, которая нас сюда привела, в этот мир, и которая в нужное время, как мы говорим, в самое лучшее время, в самом лучшем месте и при самых благоприятных обстоятельствах попросит нас оставить эту физическую оболочку. Сознание присущности смерти, возможности ежеминутного наступления ее, есть самое нужное условие жизни. Без этого сознания жизнь не может не быть бессмыслицей с постоянной возможностью отчаяния при воспоминании о смерти. Когда стар становишься, удивляешься, как это люди не думают о смерти. Следовало бы детям внушать о ней, а ее скрывают, как хождение на час. Если бы думали о ней, видели бы, что она неизбежна. Тогда смысл жизни другой становился бы. Не жили бы одной телесной жизнью, которая кончается. Искали бы другого смысла, который со смертью не кончается. Жили бы нравственно. Жили бы нравственно. Поэтому не зря Дон Хуан в книгах Карлса Кастанеды говорил о том, что смерть нужно воспринимать как великого учителя и как союзника. Тому, кто верит, что жизнь не началась с рождения и не кончится со смертью, легче жить доброй жизнью, чем тому, кто не понимает этого и не верит этому. Одни люди верят, что они сыны Бога и что жизнь их не кончается смертью тела. Другие же не верят ни в какую другую жизнь, кроме телесной. Кто будет лучше работать в доме? Сын ли хозяйский, который знает, что он всегда останется в доме? Или наемный работник, который нынче здесь, а завтра расчелся и ушел? Как хозяйский сын будет заботиться об отцовском деле, так и человек, если он верит в вечную жизнь, будет стараться делать дело Божие. То есть исполнять свое предназначение. Будет стараться делать дело Божие, а не одно свое, и будет служить благу общему, и найдет свое благо. Человек же, не верующий в жизнь вечную, будет служить только себе, и потому будет разрушать и благо общее, и не найдет и своего блага, что мы сегодня и наблюдаем в нашем мире. Вспоминать о смерти значит жить без мысли о ней. О смерти нужно не вспоминать, а спокойно, радостно жить со знанием ее постоянного приближения. Какое бы ты ни делал дело, будь готов всегда бросить его. Так и примеривайся, можешь ли отлепиться? Опять непривязанность. Тогда только и делаешь хорошо то дело, которое делаешь. Ожидание смерти учит этому. Думать о смерти нечего, но жить надо ввиду ее. Вся жизнь тогда становится торжественна, значительна и истинно плодотворна и радостна. Ввиду смерти мы не можем не работать усердно, и потому, что она всякую минуту может прервать работу. И потому, что ввиду смерти нельзя работать то, что не нужно для всей жизни, то есть для Бога. А когда так работает, жизнь становится радостной. И нет того пугала, страха смерти, который отравляет жизнь неживущих ввиду смерти людей. Страх смерти обратно пропорционален хорошей жизни. При святой жизни этот страх равен нулю. Интересно, мне как закончившему физмод-школу очень приятно, что есть в этом формула, да? При святой жизни этот страх равен нулю. Все наши поступки разделяются на такие, которые имеют цену перед лицом смерти, и такие, которые не имеют перед ней никакого значения. Мы все находимся в положении пассажиров парохода, приставшего к какому-то острову. Мы сошли на берег, гуляем, собираем ракушки, но должны всегда помнить, что когда раздастся свисток, все ракушки надо будет побросать и бежать скорее на пароход. Человек, зная, что он умрет через полчаса, не будет делать ни пустого, ни глупого, ни, главное, дурного в эти полчаса. Но полвека, который, может быть, отделяет тебя от смерти, разве не то же, что полчаса? Перед смертью и перед настоящим времени нет. Как путешественник, подходя к цели путешествия, хотя и продолжает так же идти, как он шел сначала, невольно думает только о том, что ожидает его. Так и мы, подходя к той двери в другую жизнь, которые так пугали нас, называя ее смертью, и которой мы так боялись, когда она была далека от нас, не можем не думать о ней, хотя и не перестаем делать то же, что делали и тогда, когда она была далека от нас. Мне эта близость теперь только приятна. Она отдаляет от меня все пустое, ненужное и дает особенную прелесть и значительность тому, что делается. Чувствую близость. Не смерти. Смерть – скверное, испорченное слово, с которым соединено что-то страшное, а страшного ничего нет. А чувствую близость перехода, важного и хорошего перехода, перемены. Такое состояние близости к перемене очень смело скажу радостно. Так ясно видишь, что нужно делать и чего не нужно. Для того, чтобы не бояться смерти, надо бояться жизни, греха в жизни, бояться жизни не сделать то, что должно. Сознание бессмертия нас свойственно душе человека. Только зло, которое мы делаем, и в той мере, в которой мы делаем его, лишает нас сознание нашего бессмертия. В смерти нет ничего страшного. Смерть представляется страшной только в той мере, в какой мы отступаем в этой жизни от вечного закона. Ну что ж, друзья, тогда давайте пожелаем всем нам не отступать от вечного закона. Всегда жить в рамках этого вечного закона, следовать этому вечному закону. И тогда смерть для нас просто будет той дверью в другой мир, в другое измерение, в другое воплощение. И причем этот мир, другой мир, мы также можем творить не только здесь, но и там, за этой дверью, творить этот другой мир. Он творится нашими мыслями, делами и поступками здесь и сейчас. Всех вам благ и до новых встреч.